Добрый день! Сегодня мы будем приступать к пошиву юбки из джинса. Джинс этот мы приобрели в магазине бархат и кружева нашим ростовском. Он вот такого синего, немножко с фиолетовым отливом цвета. И самое интересное, почему мы хотим сделать эту юбку, потому что нам удалось приобрести вот такие вот интересные молнии. Это светоотражающие, влагонепроницаемые. Они курточные, в общем-то, но для нашего джинса они подойдут, потому что, видите, такие же они переливчатые, как и наша ткань. Я так думаю, что это будет интересно. Юбка немножко вот, она придаст, у нас стиль такой будет с валаном романтический, а вот эта вот змейка придаст немножко строгости, немножечко разбавит эту романтику. Значит, какая у нас будет юбка? Такой юбки в журнале Бурда нет, поэтому мы будем ее строить сами. И заодно вы посмотрите, как я буду строить цельнокройный пояс на основе юбки. По поводу основы скажу так, если она у вас есть, значит вы будете делать по основе. Но я уже сразу буду чертить на ткани без выкрытий, учитывая параметры анаит. А показывать буду, что и как измерить, и как это будет выглядеть на манекене, который мы заказывали для анаит. И заодно я вам покажу, чем отличается манекен от фигуры анаит, и что сделать, чтобы эту разницу учесть. Вот так вот после отпуска путано немножко, но с душой соскучилась. В общем, девочки, я надеюсь, что эта юбка вам понравится. Я хочу сказать в общем о юбках из джинсов. Это сейчас очень популярно, но как бы возвращаются 80-е, и в моде сейчас юбки миги длины из джинса, и с запахом, с пуговицами, ну в общем классические те юбки, к которым мы привыкли, которые вот на моем веку были, потом не так давно они были в моде. И поэтому я не стала делать точно такую юбку, а мы решили все-таки добавить какого-то, как вам сказать, немножечко романтики, немножечко фривольности, там будет имитация запаха, вот там мы применим нашу змейку, змейки, видите, вот такого же плана змейки есть и просто черная, но она светоотражающая опять-таки. Знаете, еще в чем хороши эти змейки, что они очень прочные, очень надежные, вот это не разъемные, а вот разъемные, они очень надежные вот в этом месте, где заправляется, да, вот это вот начинается змейка. Вот, есть еще вот такие змейки у них, это гамма, можно это приобрести в магазине Леонардо, это вот новинка, вот такие я видела приблизительно, но, кстати говоря, эти гораздо изящнее, те, которые я видела тоже вот с такими фестончиками. И вот, смотрите, очень мягкая, золотая. Так что я вам показала молнии, ради которых мы затеяли эту юбку, вы можете ставить молнии разные, но чтобы было оригинально, я считаю, что это будет, вот смотрите, одинаково отливается, свет, видите, отливает таким немножечко фиолетовым, немножечко зеленым, но очень удачно нам попался этот джинс, может, собираясь просто серый делать, но на нашу удачу мы увидели именно вот этот цвет. Так, что еще я вам хочу сказать, значит, у нас будет валан, срезы будут необработаны, в этом есть шик определенный, мы покажем вам, она и вставит картинки из журналов, да, из интернета, подобные юбочки, вот, ну, сошьем, я надеюсь, и это будет такая же популярная юбка, как было платье изо льна, которое стало очень популярным, и очень многие девочки уже модничают в этом платье. Ну, мы сейчас ткань продекатируем и будем приступать. Девочки, ну вот я схематично начертила, как будет выглядеть наша юбка, что она из себя представляет, здесь, значит, валан, этот валан будет представлять собой, я так думаю, квадрат, вырезанный посередине диаметром, ну, это мы измерим, что у нас здесь получается, вот так вот по спинке и сюда, это раз. Молния будет проходить вот здесь, вот видите, на четыре части поделена передняя половина юбки, вот здесь вот три четверти, и здесь молния, которая начинается от пояса, заканчивается вот здесь, где нижний валан. Ну, вот я надеюсь, что здесь более-менее понятно, что это. Вот это, значит, у нас будут необработанные срезы, бахрома, нитки будут висеть, ну, в общем, это мы, как обычно, будем в процессе все придумывать, творить. Вот, ну, предварительно, вот смотрите, объем талии, причем по переду 38, это важно, по спинке 70 минус 38, это 32, объем бедер на уровне 15 сантиметров от талии 94, на уровне 30 сантиметров от талии 98. То есть, ну, и длина юбки 63, это самая комплементарная длина юбки, и уже валан будем смотреть чуть поднимать, 63 у нас будет, наверное, вот на этом уровне, и здесь, значит, чуть выше, но и валан ниже. Все это будем мы примерять, смотреть, что самое удачное. Так, ну что, сейчас приступим, мы продекотировали уже джинс, и прямо на ткани я буду чертить выкрытку, то есть, если у вас есть основа отработанная, то пользуйтесь ею. У нас тоже есть основа, но я хочу показать вам, как можно без основы юбку, по крайней мере, для более-менее стандартной фигуры, а в чем нестандартность, я вам покажу, расскажу, например, вот смотрите, вот наш манекен, и здесь у него бедра, видите, сразу крутые, да, сразу. У Анаит не так, у Анаит вот я вот здесь начертила, смотрите, вот это был бы наш манекен, а это фигура Анаит. То есть, вот эти моменты я учту, на манекене мы это примерим каким-то образом, ну, чтобы общую картину видеть, а уже готовую юбку мы будем видеть на Анаит в конце видео. Все, приступаем. Я начертила переднее полотнище юбки, и сейчас вам буду показывать, что и как. Вот смотрите, на уровне 30 сантиметров, ну, я уже чертеж не буду показывать на доске, на уровне 30 сантиметров от талии у нас самая широкая часть бедер, так? Вот наша талия, вот талия, вот 30 сантиметров. На этом уровне у нас объем бедер 98. Стало быть, пополам, это у нас 47 с половиной. Вот, а пополам, еще пополам, то есть, 1 четвертая юбки, это 47 деленное на 4. Это получается 24 с половиной, да? Вот, 24 сантиметра, это 1 четвертая нашего объема бедер. Вот, на уровне 30 сантиметров. То есть, вот эта половина переднего полотнища на уровне 30 сантиметров 24 с половиной, а на уровне 15 сантиметров 23 с половиной. Ну, если бы у нас не было здесь змейки, то же самое было бы и здесь. Но здесь у нас есть молния, поэтому я также точно разделила. И вот это припуск на шов. Это припуск на шов, это тоже припуск на шов, 1,5 сантиметра. По ширине вот этой вот молнии припуск на шов 1,5 сантиметра. Так, теперь, значит, что касается талии. Поскольку джинс со стрейчем и на фигуру анаит я могла бы не делать вот этой выточки. То есть, вот так вот здесь у нас получалось по передней половине талия у нас 38. Стало быть здесь 19, да? Я могла бы здесь отмерить от центра 19 и начертить вот такую вот линию. Поскольку стрейч я могла бы обойтись без этой выточки на фигуре анаит. Ткань со стрейчем. Но, для того, чтобы, во-первых, уже казалась талия и нужны здесь вертикальные линии, как правило, всем нужны. Поэтому выточка здесь не помешает. И я уже черчу не 19, а вот выточка у нас где-то 2 сантиметра в общем. А вот так вот 17 и вот так вот. Не так, как именно обстоит дело с фигурой анаит вот так, а именно вот так. И тогда уже добавляю выточку. Аналогично с этой стороны, но здесь уже выточка попадает на наш разрез, где будет молния. То есть, вот так это все будет выглядеть. Я надеюсь, понятно. Девочки, теперь, значит, цельнокроенный пояс. Вот он. По 4 сантиметра. Не слишком высокий. По 4 сантиметра отмерила от талии, значит, 8-9 сантиметров. Вот этот сантиметр, ну, это не трипуск, а так вот, чтобы красиво лежала внутренняя часть пояса. Это все надо будет проклеить, но тут такой момент. Как правило, приходится, для того, чтобы лучше посадка была и здесь не сборила, как правило, приходится вот так немножечко, буквально на сантиметр опустить центр. Вот так плавно перейти. Это вот я вам из опыта говорю. Так. Что еще здесь нам нужно? Самая комплементарная длина для Анаиды это 63 сантиметра. Вот 63 сантиметра. Самая комплементарная длина для ее фигуры. Теперь, значит, поскольку у нас будет валан, то я решила так, что верхний валан будет выше, чем самая комплементарная длина на 10 сантиметров. Это предварительно, девочки. На примерке посмотрим, потому что я такой юбки пока не шила, будем смотреть уже в процессе. А нижний валан на 10 сантиметров ниже, чем вот если провести красивую, красивую линию, вот такую не слишком утрированную, косую, а вот такую вот линию. Это на ваше усмотрение, как вам понравится. Ну, я вот решила, что такая вот достаточно. Значит, а 10 и ниже вот этой вот метки, где заканчивается эта линия, 10 сантиметров здесь будет заканчиваться наша длинная часть. Вот. То есть вот этот валан будет идти вот так, а этот валан будет идти вот так. Вот приблизительно так. Девочки, я надеюсь, что понятно, каким образом я это чертила. Значит, от талии выше наш пояс цельнокройный. Вдвое. Это будет сложно, да? От талии на 15 сантиметров верхний объем бедер, который мы измеряли, на 30 сантиметров нижний объем бедер. Потом идет длина. Это на ваше усмотрение. Возможно, кто-то захочет то же самое сделать более короткой юбкой. Юбку, может быть, кто-то длиннее. Ну, я решила, что мы будем делать так. Еще один момент, девочки. Можно сделать ГД. Можно, конечно, вот эту линию сделать не так, а можно чуть так. Но, опять же, из опыта вам скажу. Облегать она будет красиво. Так, сзади попу красиво облегать, но она будет увеличивать бедра. Если у вас есть цель сделать так, что бедра казались у вас круче, да, тогда, да, делайте хотя бы на сантиметр, сделайте такой вот ГД, да, немножечко испанский стиль, да. Но я бы для Анаит я этого делать не буду, чтобы не расширять бедра, потому что они у нее и так по отношению к талии, в общем-то, приличные, скажем так. Поэтому, девочки, мы всячески это скрываем. Я надеюсь, что нам это удается. Ну, а как мы это делаем, я вот данным, этим нюансом я делюсь. Не надо делать. Хотя есть большой соблазн сделать вот так вот красиво эту линию бедра. Но не стоит. Девочки, вот я показываю еще раз, что у нас получилось. Для новичков, я так думаю, будет полезно повторение матьючения, просто что видео длинное получается. Так, значит, смотрите, вот та область, где у нас будет молния, вот до сюда она будет у нас. Так, теперь, девочки, значит, что еще? Надо было измерить. Кстати говоря, мы увлеклись и не измерили, какая же у нас молния. Каким образом? Ну, придется, если что, укоротить. Так, значит, смотрите. Вот три четверти, одна четверть передней половинки. Вот выточка, которая нужна для того, чтобы мы красиво отстрочили и чтобы зрительно удлиняло фигуру. Так, теперь мы делаем надсечки для совмещения вот так вот, чтобы нам было легко. Ну, это не так вообще-то делается, девочки. Я это делаю так, вдвое сложила. Делаем необходимые надсечки для того, чтобы легче было пришивать молнию, чтобы не смещалось. Так. И теперь сделаем еще... Так, здесь вам на темном фоне не видно. Так, значит, сейчас вырежу для того, чтобы морщин не было на талии. Вот эту вот часть. Благодаря тому, что у нас дублерин будет, мы сможем красиво... Красиво вот эту вот часть вот подогнуть. Так, и опять же надсечка, девочки, центр. Так, надо посмотреть, все ли здесь у нас в порядке. Так, и еще смотрите, что. Поскольку у нас одна сторона будет ровной, в смысле, не плавной, а вот эта вот часть у нас будет закругленная вот таким образом. Вот так вот у нас это будет. Так, ну основное мы сделали. Это все надо посадить на флизелин, на дублерин, вернее, чтобы вот так можно было загнуть красиво, вот. Так, ну теперь будем приступать к тому, что выкроем спинку, а потом уже к валану перейдем. Ну, со спинкой все гораздо проще, девочки. Вот передняя половина юбки. Я ее складываю по центру. Это же центр, помните, да? Вот. Прикладываю к ткани. Ну, понятное дело, девочки, вот это тот случай с этим джинсом, что я не ровняла край по ниточке, потому что он весь немножечко вот так перекошен. Я так решила, что не надо ровнять. Так, ну вот это надо ровнять. Все, на глаз все правильно получилось. Так, значит, девочки, складываем пополам. Переднее полотнище прикладываем. Вот здесь я оставлю чуть больше припуска. Знаете, для чего? Поскольку это будет джинс, джинсовая юбка, мы его будем отстрачивать, все швы будем отстрачивать, поэтому мне нравится, когда отстрочка находит на переднее полотнище, поэтому спинку надо сделать хотя бы на полтора сантиметра шире, чем, значит, переднее полотнище. Ну, а там по объемам мы на примерке решим. Так, и подол у нас не из юбки, да, по спинке. Будь ровный. Поэтому тут ничего не надо чертить, никаких линий неровных. Вот так вот. И что теперь у нас вот в этой части? Здесь у нас уже не надо вот такой вот... То есть разницы делать у нас будет ровно здесь по спинке вот так. Единственное, в чем тут разница, тут вытачка будет глубже немножко, чем по переднему полотнищу, для того, чтобы, ну, как вам сказать, попу плоской не делать, да? Вот так вот. Этот джинс хорошо вытру на нем можно сделать, так что так. Значит, так начертила я. Значит, будем резать чуть шире, не забыть об этом надо. Вот так будем. Я таким вот меланцветным и толстым делаю, для того, чтобы вам было виднее. Так. А я вообще... Два метра была, да? Ткани два метра, но это с лихвой мы взяли, потому что я не знаю, какой мы валангуем. Может, мы его сделаем максимально широким, а там уже на примерке пусть лучше будет с запасом. Но сколько в итоге пойдет, мы подсчитаем, сколько останется, вычтем и скажем вам, какую меру надо именно для юбки этой брать. так, вот она, наше полотнище, спинка. Так, здесь мы делаем припуск. Так, 22, 11. И здесь делаем выточку. 8 сантиметров у нас идет пояс. И достаточно 8 сантиметров для длины выточки. Ну и все остальное, это вот центр. Все остальное мы будем уже смотреть. Так, все я учла здесь. Да. Будем смотреть уже на примерке. Сейчас перейдем к валану. Так, вот подошла очередь валана. Значит, девочки, смотрите, мы... Я буду делать валан два солнца. Вот, и я причем хочу сделать так, чтобы они как бы не сшивались, поскольку два солнца, где-то должен быть шов, да? Здесь у нас будет край валана, и он не будет сшит, так? Он будет свободно. Где-то он должен сшит быть, но я думаю, что и там мы не будем сшивать, что-то интересное придумаем. Но мне надо сейчас измерить вот валан длиной. Здесь сколько у нас? 38. И вот до середины, значит, один валан у нас 27 и 38. Это значит 65. Один валан нам нужен диаметром 65. Второй валан нам нужен диаметром 26. Ну, я исключаю припуски на шов. 26, 20, 46. Стало быть, нам один нужен валан длиной 46 см, а другой валан длиной, вот уже забыла, 46. Один 46, а второй 39, 26, 39, 26. Это 65. 65 и 46. 65 и 46. Значит, два солнца с диаметром. Один 46, а другой 65. Сейчас будем мы это крылить. Так, значит, я вырезала два круга. То есть сначала, вот смотрите, это у нас такой квадратик получился с диаметром сколько там надо было? 46 см. Так, это один валан. Причем, видите, я квадратом оставила. То есть углами я все это оставила. Мы сейчас примерим. Если все нас устроит, будем делать бахрому. Каждому из детей вручим и пусть себе бахромят. Так, второй, значит, нужен был 46 см в диаметре. Но такого куска уже не было. То есть кусков осталось много, девочки. Из двух метров много. Можно будет еще ребенку сшить из того, что осталось. Но именно вот таких больших квадратов не получилось. Один получился квадрат, второй получился прямоугольник. Но, опять же, даже здесь вот с таким вот выемочкой. Мы сейчас как раз здесь и сделаем, наверное, а может быть и не здесь сделаем, а вот здесь сделаем. Так, в общем, я сейчас посмотрю, где мы сделаем этот надрез. Вот как это будет более логично. Будем сметывать. А у вас же, вам не надо об этом думать. Вы постарайтесь так, чтобы у вас получились прямоугольники без всяких изъянов. И тогда надо будет разрезать оба прямоугольника. Вот здесь я разрезала по поперечной получилось. Можно было по долевой, но желательно, чтобы это было не по косой. Вот этот вот надрез. Сейчас уже самой не терпится посмотреть, что мы тут накроили. Сейчас мы сметаем, на манекене покажем, а дальше будем решать, где нам подрезать, где убрать, где добавить. Я имею в виду валан. Юбка должна сесть нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok такую предварительную. Поскольку у нас до конца был не ясен фасон, вот эта примерка нам показала, что и как можно исправить на этом этапе. Ну так, особенно ничего исправлять не придется, но кое-какие моменты надо учесть. Вот, например, сзади я заколола, видите, вот я начертила так вот мазками, что вот здесь неплохо было бы, чтобы вот так было. Стало быть, мы и вот это вот срежем. Теперь, значит, решили укоротить основную юбку без валана чуть короче, чтобы пропорции фигуры не портить, чтобы ноги казались длиннее. Вот таким образом мы полностью укоротим саму юбку. Так, что здесь я заколола, как красиво лежит валан в этой части. Видите, значит, это мы будем срезать вот параллельно вот этой вот линии. Видите, я заколола. Теперь, что здесь мы... Вот здесь лежит красиво в таком виде, чтобы... Лежит оно красиво и так, и иначе, но для того, чтобы при шаге так пикантно открывалась ножка, надо, чтобы вот этот валан был вот такой формы. То есть, вот здесь вот должен идти сгиб. Так. Значит, что? Ну, здесь также точно укоротить, здесь тоже чуть короче. А все остальное идеально подошло. Так что, девочки, сейчас я сделаю эти правки, еще раз сметаю, и уже на манекене мы покажем вам чистовую примерку. Так, вот смотрите. Загнула, да, валан этот? С правой стороны. Загнула. Так. Здесь, я думаю, бахраму делать не надо. Вот как раз давайте здесь аккуратненько подвернем. т.е. будет сгиб здесь. Так. Вот так вот я. Ну, сколько? Как обтачка, да? 4 сантиметра. Оставим. Здесь внизу будет бахрома. Так. Так. Так, надсечки делаем волонтира. Оставляем 4 сантиметра сразу же сейчас. И отрезаем лишнее. Джинс немножко красится. Ну, как и любой джинс. Потом мы постираем его в кондиционере. И прополоскаем в уксусе. И будем стараться не касаться его чем-то светлым. Так. Значит, это здесь у нас все устраивало. Не вижу никаких. Ага, значит, вот здесь вот такой вот у нас выемка осталась. Но она прячется в фалдах. Мы сделаем здесь бахраму. И будет как так и надо. Я так думаю. Этому стилю не повредит. Так. Ну, можно и срезать. Теперь, что значит здесь? Это вот сзади. Внизу такой валан. Вот видите, я начертила. Вот эта граница с этой границей должна совпасть. Но это у меня так, девочки. Как у вас будет, это вы будете смотреть. А у меня вот так вот должно быть. Так лежало на фигуре. Здесь для вашей фантазии простор. Как угодно можете делать. Лишь бы получился такой валан. Еще очень важный момент я вам сейчас скажу. Для того, чтобы этот валан смотрелся красиво, девочки, его надо, прежде чем пришивать к юбке, вот по верхнему краю слегка под утюгом растянуть. И будет очень красивый эффект. Если вы думаете, что его надо припосадить, ни в коем случае. это будет вообще такая цыганщина, юбка, юбка кармен, а нам нужна другая юбка. Так, значит, вот так смотрите здесь, когда мы вот так вот делаем шов этот, который мне нужен, вот таким образом. Значит, получается, что? Так. Вот так мы срезаем. И когда мы сделаем, значит, вот эту манипуляцию, растянем верх края валана, верхний край, то он у нас станет длиннее, поэтому здесь я могу не делать припусков на шов за счет того, что у нас останется лишнее, когда мы растянем валан. Ну, а как это будет смотреться, вы посмотрите уже на второй примерке, потому что я перед второй примеркой сделаю это, растяну, чтобы красиво лежало. Так. Значит, с этим валаном все, нет никаких меток. Этот валан у нас готов. Вот эта выемка, конечно, немножко меня раздражает, поэтому давайте-ка мы сделаем его. Давайте-ка мы сделаем. Все равно здесь будет бахрома, но как-то у нас уж слишком видно, что это притянуто за уши. Давайте вот так сделаем. Хвостики эти не помешают. Единственное, что вот здесь, наверное, чуть-чуть вот так вот сделаем, чтобы не слишком острый, потому что у нас уже и так много острых углов. Так. Этот валан готов к примерке, за исключением того, что надо растянуть вверх. Это уже под утюгом. Теперь вот этот валан. Значит, вот здесь он выглядит вот так, так, стало быть, та же самая обтачка, как и с той стороны. Так, вот это лишнее, видите, я лишнее заколола. Сейчас мы это все убираем. юбка будет изящнее, когда мы все это отрежем лишнее. Так. И получается у нас вот такая вот обтачка. 4 сантиметра. Я вся фиолетовая, расписная. Так. Вы скажете, странно я как-то работаю, да, девочки? Ну, для портного странно, а для модельера, который только придумывает этот фасон, у которого нет готовой выкройки, и вообще готового эскиза, то это нормальный рабочий процесс. Так. Все. Это есть, это есть. Этот валан тоже готов. Даже можно уже детей посадить, делать в охрану. Так. И сейчас верх юбки. Что там надо корректировать? Там почти ничего не надо корректировать. разве что чуть укоротить всю эту конструкцию, сделать чуть короче. Вот так я согнула по спинке. Так. И вот так вот плавно. Сейчас мы это все укоротим. Так вот. И так. Так, это же у нас в готовом виде, поэтому с припуском на шов это будет вот так. Мел тот, который исчезает после утюга. Так что не пугайтесь. Для того, чтобы вам было виднее. Я вообще ничего не чертила. Но чтобы вы видели, что тут делается, я черчу. Так. Вот так вот. Вот этот у нас угол закругленный. Вот этот вот поло это, да? Закругленное. А та сторона у нас косая без закругления. То есть вот она. Так. Вот такая вот, видите, на ходу придумываем фасон. Незамысловатый, но я думаю, что это будет стильно. Уже не такая скучная эта юбка будет джинсовая, не такая банальная. Я так думаю, и с кроссовками, и с кобучком, и с кедами, и с майкой. Я так думаю, даже с белой сорочкой в стиле Каролина Эрера тоже будет хорошо, девочки. А вы попрактикуетесь в моделировании, так скажем, наивном. Ну вот все, что надо было сделать в этой юбке. Значит, я сейчас сметаю начисто, примерим на манекене, а потом уже буду приступать к пошиву. Так, девочки, вот смотрите, каким оказался в итоге один из валанов наших. вот такой формулы, видите, что вырезалось из того прямоубойника, какой был изначально, вот в такой формул. Один. Это тот, который, который короче. Так, здесь я загнула уже, видите, подогнула край валана, то есть край валана будет там, где будет молния, продолжение молнии, этот валан, он будет у нас вот так вот со сгибом. Все остальное будет нарочито небрежным, то есть будут торчать нитки, будет бахрома, нитки так. И вот то, о чем я вам говорила. Вот смотрите, вот этот, значит, верхний срез, который у нас, ну, бывшее солнце, его вот таким образом надо чуть растянуть, немножко, девочки, не перебарщивая, вот так, чуть растянуть, вот тогда это будет красивее лежать, вернее, висеть. Так, вот таким образом. Это один валан. Теперь второй валан. Вот который, а тут был длинный, вот этот, короче. Здесь так точно мы подогнули, обтачку так называемую, это второй край нашего валана. Вот таким образом подогнули, теперь посмотрите, каким оказался второй валан. Вот видите, срезалось. Ну, такой приличный угол срезался. Если у вас ткани мало, вы вот сейчас посмотрите, как это выглядит. И можете уже изначально, на начальном этапе выкроить именно вот такой, видите. Это, значит, получается квадрат, у которого срезан один угол вот таким вот образом. где-то под углом девяносто, ну, здесь под углом где-то сто двадцать градусов. И так же точно, девочки, опять же будет бахрома, нарочито небрежные края, и таким же образом растягиваем и и этот круг. Вот немножко, не переборщите. Все, вот так слегка. Видите, вот если его так опять вернуть ему форму, то здесь получается слегка фолдит. Видите, свободно. Здесь надо чуть больше. И тогда будет красиво выглядеть этот сам валан именно после юбки, как будет лежать валан. Все. Еще немножечко вот так вот. Все, валаны готовы. Сейчас я начисто все сметаю, на манекене покажу. И все. Вот вторая примерка уже на манекене нашей юбочке. Вот в таком виде она сейчас. Видите, на манекене села хорошо. Она и тягет еще лучше, потому что она и здесь не так круто. Так, вот что, девочки, все, что сделали у вас на глазах, вот результат. Я так думаю, вот бахраму продать сделаем, это примет уже какие-то окончательные очертания. Так? Ну, что вам еще рассказать? В общем, вместо вот этой змейки двинной, у нас же их две, вот когда на столе мы примеряли, она же, видите, какая светоотражающая, то есть как хамелеон. На столе больше подходило вот это. А когда повесили на манекен, надели юбку, смотрите, оказалось, что это больше подходит. Ну, и она нам удобнее, потому что она короче. Так что мы пришьем вот эту красоту. Ну, все отстрочим, покажем, когда начну шить, я покажу, какие ниточки мы купили, для того, чтобы красиво отстрочить. Там ниточка одна бордо, а вторая зеленая. То есть, те цвета, которыми отливает этот джинс. бахрома, отстрочка, молния, балан, и вот такая вот получилась интересная юбка. Вот видите, пояс. Когда будем шить, когда здесь будет уже клеевая, когда будем строчить, когда будем утюжить, я покажу, как надо вытягивать эти выточки, для того, чтобы вот здесь не было складочек, о которых мы с вами говорили на прямом эфире. Вот, смотрите, баланс не нарушен, боковой шов идет так, как ему положено, все это будет отстрочено двойной строчкой, одна строчка, значит, одного цвета, другая, другого. Ну, все это вы увидите. Так, девочки, ну что, уже можно смело приступать к чему? Первым делом я застрочу выточки, приклеим пояс, потом будем все остальное делать у вас на глазах. Редактор субтитров А.Семкин